радио 54 у них такая замечательная традиция на мой взгляд мне очень это понравилось они обязательно все в новый год одевают белые вещи это должна быть новая вещь ну то есть как бы такой sensation white да это должно принести удачу в следующем году да ну то есть как бы вообще желательно чтобы все было белое это больше удачи значит а но если ты там как-то не сильно белый цвет любишь можно там что-то должно быть обязательно белое обязательно новое чтобы было новое в новом году и удача была в новом году вот это мне очень понравилось мы встречаем в год на пляже это бузеус недалеко от рио-де-жанейро ну как относительно недалеко это городок такой не сильно большой и вот на пляже представляете вот тебе в белом что-то было кстати не сильно жарко да ну вроде это в них лето считается там ну как-то не в купальниках ну поначалу потом уже потом уже все то есть все в белом это так красиво смотрится мне так понравилось там фейерверки вот это вот все какие то есть у них традиции до кроме белого у них есть одна очень классная традиция которая была в восторге я сначала не поняла что же они вот там куранты бьют или после курантов еждом это шампанское там много было понятно там порядок уже помню в общем в какой-то момент этого всего празднования они все почему я встречала с бразильцами новый год у меня подруга русская на замужем за бразильцем и вот мы с их друзьями вместе там на вилле встречали как истинные бразильцы вот и в какой-то момент они все полезли в воду в океан и стали прыгать через волны там нужно было мы тоже там с подруги прыгаем прыгаем весело оказалось это все с определенной целью делалось нужно было через каждый прыжок загадывать какое-то желание мы пропрыгали это когда куранты бьет желание это по моему что-то мне такое чувствую что после курантов там уже как-то да ослабление вообще наверное с курантами логично логичнее было почему-то семь раз ну в общем вот по моему после курантов мы это все делали и мы с ней мы с ней ничего не загадали мы такие а можно еще раз а бразильцы они очень такие легкие в этом смысле конечно весь год прыгай мы пошли по так вот очень классная такая у них традиция вообще не любят бразильцев праздновать они как бы до карнавала начинают то есть пред карнавальные там какие-то вечеринки уже хотелось бы отметить вот то что мы видим по телевизору вот эти вот где они проходят там школа самбо вот это все танцуют на самбодроме это не сам полуголые девушки но кто что видит ага в общем а вот что нас транслирует это как оказалось не самое там самыми самое прикольное в этом карнавале самое интересное там случается на улицах рио-де-жанейро потому что там у них есть специальный график на каждой улице там в какое-то время блокас так называемые выходят люди танцуют в костюмах вообще просто безумных разных про сами местные жители там туристы к ним присоединяются все музыку включают там пиво продают в общем там такая тусовка прям ты там танцуешь сам этом пытаешься что-то там как-то и в общем прям атмосфера знает такая жизнерадостности там беззаботная дискотека такая огромная дискотека нон-стоп там неделю по просто а они не работают в этот момент знаете да у них официально выходной карнавал все как же причем я знаю многие уезжают специально из древних уже не можем уже все там каждый год одно и то же они раздают свои пенаты за большие деньги за большие деньги за большие деньги уезжают европу там куда-нибудь или так далее а некоторые говорят мне я люблю и остаюсь я там все такой типа день города да но надолго неделя города слушайте это прям и это круг стоп круглосуточно меня что поразило у них метро работает во время карнавала пока я про рио-де-жанейро говорю я в других городах во время карнавала не был не знаю как в других городах круглосуточно работает то есть ну реально в любое время дня и суток кто-то где-то танцует и пляшет и в метро заходишь там пошел за хлебом такой я слушайте я такой кайф поймал ну прям но это очень здорово кстати говоря в бразилии многие люди говорят на по-английски в больших городах прио-де-жанейро и в сан-паул образованные люди но если ты говоришь на португальском у тебя сразу преимущества такие перед тобой там открываются все двери а ты говоришь по-португальски бонусы кэшбэк сразу да 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 дешевле да торговаться вот это все как бы это просто а как по-португальски будет с наступающим новым годом а с наступающим не знаю с наступающим они не поздравляют я просто говорю всегда филис анну нового это вот просто новым годом они как-то заранее не заморачивают твой дом твоя область новосибирск 106 и 2 fm а